Александр Алексеевич Борисов родом из крестьян. В детстве сильно болел, и родители дали перед Богом обет. Если сын выживет, отправят его в Соловецкий монастырь на год на бесплатную работу. Сын выздоровел, родители исполнили обещание, и 15-летний Александр попал в монастырь, где с удовольствием выполнял все поручения. Ставил сети, ловил рыбу, ходил в море, а вечерами рисовал, слушая рассказы садобородых монахов о соловецких мореплавателях. Там же он познакомился с работой иконописцев и загорелся мечтой овладеть этим волшебным искусством. В 18-ти лет, уже по собственному желанию, Александр возвращается в монастырь, чтобы работать в иконописном мастерской. И за год упорного труда, по сути, самоучкой достигает впечатляющих результатов, что позволило ему поступить в Академию художеств. Теперь судьба сама понесла Александра к его мечте. Попал в класс к Шишкину, великому рисовальщику. Затем в класс к Уинджи, гениальному колористу. А после повезло войти в команду Сергея Витта и на пароходе Ломоносов совершить поездку по северу. Из этой поездки он привез около 150 этюдов, принятых с восхищением и публикой, и критиками. Сам Третьяков приобретает для своей коллекции чуть ли не половину работ на 8 тысяч рублей. У молодого художника появляется цель открыть красоту севера людям. С этих пор все деньги, получаемые от продажи картин, Борисов тратят на организацию собственных экспедиций по Арктике, Печоре, Соловкам и Северодвинским землям. Так краткое время, проведенное в монастыре, стало духовной закваской на всю его жизнь. Оно придавало ему твердости и отваги в его странствиях, в которых он много раз бывал на краю гибели. Зачастую картины приходилось писать на морозе минус 40, когда краска густела и не желала держаться на холсте. Зато выставки его арктических полотен с триумфом проходили в Европе и Америке. За особые заслуги по исследованию Севера и ознакомлению с ним путем художественных произведений, Александр Борисов был награжден орденами многих стран, в том числе орденом святого Олафа из рук знаменитого путешественника-исследователя Фридиофа Нансена. Живописевый, уникальный, да и сам художник личностный из его рядной. Кроме картин, он написал серию путевых очерков, несколько книг о Севере. По его проекту была построена сеть железных дорог на крайнем Севере. Собрав в кулак эмоции и нервы, Борисов уходил за перевал. Он был по праву там не только первым, он Арктику с натуры рисовал. Благодаря Борисову на ней в названиях живописцы прописались Другой такой земли на свете нет, где имена художников остались. Куинджи, Репин, Шишкин, Воснецов, Крамской и Третьяков и Верещадин В названиях мысов, гор и ледников, благодаря Борисову отваге. Страною смерти назовет картины, где новая земля и океан, И холодок тревогу и по спинам с холста невольно переходит к нам. Свинцовый блеск громады океана, блеск серебра в вершинах снежных гор, Горящий в дымке нежного тумана, и смерть, и холод, и простор. Несутся облака туманную грядуя, пока их холод в тучи не сковал, И лижет море синюю волною, и вступит белый грозный скал. У Арктики похитил красоту, чтобы она доступный мир стала. Он первым из художников черту преодолел, И в красках заблистала сиянием полярным красота Всех ледяных бриллиантов и сапфиров. И воплотилась давняя мечта Той красотою поделиться с миром.